Приветствую вас! Честно говоря, мне кажется, что не первое и не второе в вашем вопросе, то есть вот не первый вариант, не второй вариант, который вы озвучили в своем тексте, не подходит, потому что и заставить человека из подволь у вас не получится по той простой причине, что за каждое действие, за любое действие нужно платить, и вот так, чтобы, грубо говоря, и человек достался вам, да, и чтобы вы при этом сами ничего не сделали, да, это невозможно. Вот. То есть доставить человека из подволь, это абсолютно не приспособленная к жизни позиция, в плане того, что, ну, в плане того, что вы, вы сами, вот вы, вы воспринимаете это как-то совсем не так, как это на самом деле есть, не так, как это нужно, вот, в силу ряда причин, вот. Я о них скажу, я о них скажу обязательно. Вот. Поэтому, я думаю так, что касается забыть, что касается того, чтобы забыть, значит, ну, мужчину, да, и переболеть, что опять же, здесь история такая, что забыть и переболеть невозможно. Забыть невозможно точно. Именно забыть невозможно. Потому что забыть, это значит стереть из памяти, вот. Но память-то она важна, она никуда не денется, поэтому забыть, забыть, это изначально путь в никуда. Самое главное, что забыв, вы ведь ничего не поменяете в своей, ну, позиции, да, в своем поведении, вы ничего не измените в том, как вы, там, например, допустим, себя вели с ним и так далее. И получается, что забыть, это значит избежать какой-то боли. Вот. Но при этом ничего не сделать для того, чтобы боль не возвращалась. Вот. Поэтому, это не вариант. По крайней мере, не вариант, если вы хотите, действительно, чтобы ситуация разрешилась. Вот. Значит, а этот момент, надеюсь, вам понятен. Идем дальше. Вы пишите, дружили с мужчиной много лет. Понимаете, а вот в наше время дружба, дружбой называется все, что не называется отношениями. Ну, более, 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 более такими, такими близкими отношениями, да. В наше время называется, все называется дружбой. Вот. То есть, я не знаю, я не знаю, как у вас складывались отношения с мужчиной, да. Я не знаю, что это за мужчина, я не знаю, какой вы человек, но я знаю точно, что если вы дружили с мужчиной долго, если вы долго, именно долго с ним дружили, вот. То это значит, что вас что-то объединял. Это значит, что ему нравилось что-то в вас, а вам нравилось что-то в нем. Вас привлекало что-то в нем, а его привлекало что-то в вас. То есть, дружба это отношения максимально независимые. В отличие от романтических чувств, дружба это отношения, где люди ничего друг другу не должны. И хорошо, если на основе дружбы появляются какие-то романтические чувства. Но еще раз повторю, еще раз повторю, люди, люди друг другу ничего не должны в отношениях. То есть, мужчина с вами дружил, он с вами дружил, а он проводил с вами время, я так понимаю, ему было удобно, ему было хорошо с вами. Вот. Это его, смотрите, да, это его ни к чему не обязывал. Да? То есть, вот, ваши отношения, ваши отношения с ним, да, его ни к чему не обязывали. Вообще, вообще, вот. Ему нравилась такая форма взаимодействий. Когда от него ничего там, допустим, не требуется, да, когда от него там, допустим, ничего не нужно и так далее. Вот. Его это устраивало. Ему было, ему было хорошо. Далее, у вас начались романтические отношения, встречайте вы. Опять же, очень жаль, что вы не описываете, как именно романтические отношения у вас начались. То есть, ну, не может же дружба вот так вот внезапно, да, перейти в более близкие отношения? Не может. Значит, что-то было. Что-то было, что-то произошло, что-то вас сблизило. Желания какие-то, может быть, образ, образы. Может быть, опять же, какие-то обстоятельства. Вот. Но вы об этом, да, вы об этом ничего не пишете. Вот я еще раз говорю вот туда, что вы ничего не пишете об этом. Что вас объединяет. Вы просто говорите, что дружба вот перетекла в романтические отношения. Ну так само по себе это не происходит. У этого есть свои причины, свои обстоятельства. У этого есть субъективная сторона всегда. Да, то есть, есть какие-то ожидания, например. С вашей, допустим, стороны есть ожидания, да, что, например, что вот у нас вот отношения стали такими, да, вот, ну, более близкими. Вот. И я чего-то жду от него. У нас вот есть дружба, да, и я чего-то жду от нее. Опять же, от, ну, от дружбы. Вот. Так, а чего ждете-то? Чего вы ожидаете? Чего вы хотите-то? Что вам нужно-то? Понимаете? Какая история. Вот. То есть, это вот такой достаточно серьезный момент. Момент именно ожиданий. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Надеюсь. Момент именно. Ожиданий. Вот. Именно того, чего вы ждете. Именно того, чего вы ожидаете. от, ну, от отношений. Сэр. Мужчины. мужчины, чего ожидает он, чего ждет он, чего хочет он, что нужно ему, да, это тоже очень важный момент для вас. Почему важный момент? Потому что если мы находимся в отношениях с человеком, нам нужно знать, чего от него ждать. Это адекватно. То есть мы адекватно имеем право знать, чего нам ждать от человека. То есть, ну, чтобы вот как бы знать, быть в курсе того, что человек сможет, а что нет. Вот. Значит, вы, судя по тому, что вы пишете, вот, судя по тому, что вы описываете, а вы не озаботились тем, чтобы понять, что можно вам ждать от человека. Вот. Вы не озаботились этим. Я вас не обвиняю сейчас. Вот. Я не пытаюсь вас обвинить. Я просто говорю о том, что вы не озаботились, не озаботились этой истории. Вот. И если вы не озаботились, вы не озаботились с этой историей? Это вопрос к вам. А почему? Может быть, не хотели? Может быть, вам это было не интересно? А может быть, вы просто знали? Может быть, вы просто знали, что, скорее всего, мужчина хочет совсем не того же самого, чего хотите вы? И поэтому предпочитали делать вид, что не понимаете, чего он хочет, не понимаете, чего от него ожидает. Вот. Ну, об этом, опять же, я расскажу чуть-чуть позже, когда мы будем говорить про обиду вашу. Вот. То есть, то есть, самое главное здесь увидеть, насколько мужчина, да, отошел от слова. Своей позиции. Насколько он совершил действие, которое он не мог совершить. Насколько он совершил действие, которое для него, например, было не характерно. А. И, собственно, не характерным ли оно для него было, это действие. Ну, вот. Ну, вот, если подумать, да, реально, реально, если подумать, подумать. А. То есть, было ли оно для него не характерным, это его действие, или нет? Ну, вот. На мой взгляд, это очень важный аспект. Потому что вы, когда говорите дальше, что, значит, у вас случилась травма, он вас не поддержал, он вам, соответственно, не звонил, да? Вот. Давайте я сейчас зачитаю. Так, вскоре у меня получилась серьезная травма, он меня не поддержал, не приходил, только иногда звонил. Смотрите, а почему вы считаете, что он должен был нести себя по-другому? Вот, какие у вас были основания думать, что человек может и должен нести себя иначе? Так. Вы не пишите, что он вам что-то обещал. То есть, вы не пишите, что он обещал вам быть с вами, например, все время. Вы не пишите, что он, как бы, говорил, что будет вас поддерживать. А если он и говорил, что будет вас поддерживать, то какие основания ему верить? У вас были. Понимаете? То есть, обида, вот то, что вам больно и обидно, да? Это ваша личная ответственность, то, что вам обидно. Обида связана с ожиданиями. А ожидания, в свою очередь, связаны с желаниями. С желаниями и, или. И, или со страхами. То есть, если человек чего-то хочет, вот. И он этого, допустим, не получает. По, ну, по ряду причин он этого не получает, допустим. Вот. Что в таком случае возникает обида. Если человек чего-то боится, и ему указывают на его страх, также возникает обида. Потому что человека выставляют слабо. Но вместо того, чтобы обратить внимание на себя, человек обвиняет другого. Человек. Говорит, что это он такой плохой, что это он вот такой негодяй, что это из-за него я веду себя. Из-за него я почувствовал боль и так далее. Нет. Боль почувствовали вы. Значит, вы уже были склонны к тому, чтобы эту боль чувствовать. Понимаете? Вы, вы уже были склонны к тому, чтобы чувствовать эту боль. Вы уже были, возможно, зависимы от него. Ну, достаточно сильно. У вас уже были к нему ожидания. У вас уже были на него, вероятно, ну, планы какие-то, да. И так далее. Вот. Понимаете? Какой момент? А откуда планы? Откуда было взяться с планом? А планы взялись потому, что вы этого хотели. И какое отношение мужчина имеет к тому, что вы хотели? Понимаете? Мужчина ведь никакого отношения не имеет к тому, что вы чего-то хотели. Никакого. Еще раз. Мужчина обязан вам что-то делать? Нет. Если мужчина не пришел и не поддержал, значит, что? Он либо не хотел, либо не мог. То есть, он либо не хотел вас поддерживать, либо у него не было для этого средств. Ну, я имею ввиду эмоциональных, психологических средств у него не было для этого. И все. А это значит, в свою очередь, в свою очередь, это значит, что вы требуете от человека, быть тем, кем он не является. Как не парадоксально это звучит. Понимаете? Вы хотите, чтобы человек был кем-то другим. Забывая при этом, что у вас чувства возникли именно к такому человеку. Если бы он поступил по-другому, это был бы вообще не он. Это был бы вообще другой мужчина. И неизвестно, были бы ли у вас к нему чувства или нет. То есть, за определенные действия, за определенные поступки, за определенные черты характера, нужно платить, нужно расплачиваться, нужно нести ответственность. Если вы испытываете чувства к какому-то мужчине, если вам мужчина чем-то нравится, у этого же есть и негативные стороны. А у меня ощущение возникло, что вы пребываете в таком неком идеализированном мире, где есть только качества, которые вам нравятся, где нет ничего негативного. Да, где человек не может поступать плохо, и где ваш вот мужчина, да, он выполняет ваши желания и делает только то, что вы хотите. Вот это так не работает. Это не работает так. Человек либо хочет, либо хочет, либо не хочет. Человек либо хочет выполнять то, что вы от него ждете и выполняет это, либо нет. Это его право, но не обязанность. Понимаете? Но ваша реакция, ваша реакция, когда вы пишите, что я обиделась и мне очень больно, говорит о том, что вы воспринимали это как его обязанность. Почему? Потому что вам что-то было нужно. Вот. Итак, от чего вам было больно? Вот вы говорите сильную боль от того, что человек, с которым давным-давно друзили, оказался равнодушен и поддерживал меня в трудную минуту. От чего было больно? От ожиданий. Чего вы хотели? Поддержки. Почему вы хотели поддержки? Потому что не привыкли полагаться сами на себя. Это первое. Почему не привыкли, это уже детали. Это первое. Второе. Если человек, с которым вы давным-давно дружили, вас не поддерживал, значит, это, а, не тот человек, возможно, это не друг, и, возможно, вы не совсем правильно выбираете друзей. Да. Потому что, если вы выстраиваете отношения, допустим, ну, допустим, по принципу нуждаемости, что вы нуждаетесь в человеке, что у вас и друзья будут такие, которые будут вас использовать. Потому что, если один из партнеров занимает в отношениях зависимую, нуждающуюся позицию, то другой партнер, скорее всего, будет его использовать. Не потому что он плохой, да, и меньше ценить, и меньше ценить будет. Не потому что он плохой, не потому что он плохой, а потому что слишком высок соблазн этого. Понимаете? То есть, очень большой соблазн, очень большой соблазн использовать того, кто тебе нуждает. И тонкость, а тонкость состоит в том, чтобы не ставить человека перед таким искушением. Да? Не провоцировать его, а вы провоцируете. Понимаете? То есть, увы, не желая брать на себя личную ответственность за свою травму, за обеспечение поддержки. Почему вас только один человек поддерживает, да? То есть, нельзя концентрироваться на одном человеке. Людей должно быть много вокруг вас, которыми вы поддерживаете более-менее адекватные отношения. Потому что, еще раз, кто-то молит, кто-то не молит, кто-то молит что-то сделать, кто-то нет. Это нормально. Вот. И вы ждете именно от него того, что нужно вам. То есть, перекладываете на него ответственность за свои желания. Что в корне является ошибка. Ошибка именно потому, что, ну как бы в этом, это прямой путь в никуда. Это прямой путь к разрушению отношений. Вот. что для него это слишком заплатно, вот. Опять же, опять же, вы говорите, что он меня не поддержал, человек, с которым мы общались давно. Допустим, так, допустим, человек вас не поддержал, хорошо, но какие, извините, да, какие были основания считать, что он может вас поддержать, он вас поддерживал до этого, если поддерживал, то хорошо, если поддерживал, то хорошо. Но почему вы решили, что так будет продолжаться всегда? Это одна из самых распространенных ошибок. Люди думают, что если кто-то им помог, то будет помогать всегда. Это не работает так. Но вы откуда-то эту позицию взяли, почему-то вы считаете ее для себя возможной. Было бы очень здорово, если бы вы сказали почему. Как правило, эта позиция берет начало из детства, когда в детстве человека либо от всего оберегают, то есть, ну, он растет в таких, в тепличных условиях, как бы, вот, либо, либо, наоборот, его не ценят, да, его не любят. У человека есть твердое убеждение в том, что он, ну, что с ним что-то не так, вот, что с ним, с ним что-то не в порядке, что с ним, ну, что с ним не все так хорошо, вот. У человека есть такие вот мысли, и он, по сути дела, да, по факту, вот, он пытается получить от других людей какое-то вот, ну, какое-то подтверждение там тому, что это не так. Вот, при этом все он делает сам, для того, чтобы самому себе позволить увидеть, что с ним все в порядке. непонятно, вот. Дальше, эээ, так. Так, оказался равнодушен, не поддерживал меня в трудную минуту, это по себе, это позиция жертвы. Короче говоря, здесь вы перекладываете ответственность, значит, себя на другого человека. Потом, как ни в чем не бывало звонить, как будто не пропадал на два года, ну, так, а он, может быть, он считал ваши отношения именно такими, может быть, он считал ваши отношения именно такими, ни к чему не обязывающими, ни к чему не принуждающими, и, как бы, зная, что, например, вы ждете от него помощи более такой серьезной, чем он может вам дать, он вам поэтому не помогал, потому он считал, что помочь он вам не может. Или, что это высшее его, значит, каких-то вот желание, что это выбор человека. Вы этот выбор человека принять не можете. Это означает, что, безусловно, вы его не принимаете. Это, в свою очередь, значит, что вы, безусловно, не принимаете себя. Ну, почему-то. Ну, по той или иной причине. Вот. Вы, безусловно, не принимаете себя. А если вы, безусловно, не принимаете себя, то получается, что вы находитесь в, в таком, своего рода конфликте с собой. И, ну, потому что вы себя не принимаете. А для принятия себя вам нужен, ну, вам нужен человек. Другой, другой. Вот. Вы находитесь в конфликте, а и партнер, партнер ваш чувствует, что вы находитесь в конфликте. И либо этот конфликт человек использует для себя, на, ну, ну, себе на пользу. То есть, это можно интерпретировать, как искушение, да, искушение, искушение, воспользоваться человеком. Либо, либо человек от этого отдаляется. Вот. Совершенно очевидно, что гармония внутри вас отсутствует. Совершенно очевидно, что обиды, боль, это все вследствие ваших внутренних противоречий. Вот. И ничего удивительного нет в том, что мужчина с вами не захотел сближаться, потому что он знал, что вы будете от него требовать больше, чем он может дать. Ну, изначально. Он даже не изменился. Опять же. Вполне возможно, человек считал, что извиняться ему не до что. Что он сделал так, как должен был сделать. Ну, что ничего плохого он не сделал. Это с одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. Если вы сами, сами, эээ, как бы, как бы, видите, что человек не извинился, да, а вы считаете, что он за это должен, должен извиниться, потому что для вас это поведение неприемлемо такого. Что... Что... Разникает вопрос. Тогда. А зачем... Вам такой... Такой человек... Такой человек... Вот. Для чего вам... Такой человек... Человек нужен. Почему вы до сих пор в этом человеке нуждаетесь? Ведь он же плохой, он же не извинился. Это вам либо нужно признать, что... Ваши претензии не обоснованы. Либо... Либо... Бросить его. Что это... Опять же сделать выбор. Опять же заплатить цену. Да, опять же, заплатить цену за то, что вы хотите. Вообще я тогда не пошла на сближение. Правильно. Вы не пошли на сближение. Это был ваш выбор. Супер. Но вам нужно было двигаться дальше. Хоть два года он иногда пишет мне в лайбере или присылает там поздравления с праздником. Зачем ему это? Ну, возможно, он считает, что вы ему не чужой человек. Возможно, он по-прежнему считает, что вы ему кто-то. И он общается с вами так, как ему кажется, для вас обоих сейчас приемлем. Вот. То есть мужчина, скорее всего, для себя серьезного в этих отношениях с вами ничего не видит. То есть он изначально, изначально либо не хотел серьезных отношений вообще, и тогда тут ничего не поделать. Либо он не хотел серьезных отношений с вами, то есть не воспринимал всерьез вас. И это уже вопрос, это уже вопрос, связанный с тем, как вы себя ставите в отношениях, как вы себя позиционируете в отношениях. Понимаете? Какая история. Ну вот. от того, как вы себя ставите в отношениях, зависит очень много. На самом деле. Если бы вы, допустим, описали бы, что как вы себя ставите в отношениях, было бы здорово. Далее. Ведь он знает, как я к нему относился и так поступил с она. Какое отношение имеет то, как вы к нему относились и как он поступил с вами. Где связь? По вашему. По вашему, между этими двумя вещами связь где? Только дразнит этими открытками и поздравлениями. Опять же. Опять же. Дразнит. Это значит, манит вас тем, что хотите вы. При чем здесь мужчина? Может быть, мужчина и не думает, и не догадывается, что дразнит вас. Ведь сам факт дразнения воспринимается только вами, только вы видите дразнение. И все. Понимаете? Человек это дразнение не видит. Не видит, потому что для него это может быть абсолютно обычное, обычное действие. Может быть, так со всеми. А вас это дразнит, потому что вы чего-то хотите. Опять же, от него. Да? Вот. Тут такая вот очень, ну, детская позиция на самом деле. Просто детская позиция. Я на прощенное воскресенье дала понять, не надо забыть старое, мол, приходи в гости. А что забыть старое, если для него старого ничего не было? Если ему забывать нечего. Если он ведет тебя, как ни в чем не бывало, значит, избывать ему нечего. А значит, он, если бы хотел, давно пришел. А если он не приходит, значит, не хочет. Понимаете? И мы опять почему-то ожидали, да, что он придет. Не привил инициативу и не пришел. Ну, значит, не хочет. Мне звонить только письмо. Хотя живем в одном городе, мне его не хватает. Вот это ключевой аспект. Вам его не хватает. Но это вам его не хватает. Значит, у вас есть какие-то желания. И они, на данный момент, эти желания оформлены только в форме этого человека. Больше никак. То есть вы сами себе сузили возможность реализовать свои потребности до одного способа этого мужчину. Но все остальные способы запрет. Вот эти запреты и нужно снимать. Эти запреты и нужно снимать. Потому что ничего хорошего от этих запретов быть не может в принципе. У вас. Опять же. Да, потому что видите, вы страдаете. Страдаете вы именно по этой причине. Потому что у вас желания есть. Желания ваши, они нормальные. А вот способ реализации вашего желания только один. Причем самый такой инфантильный. Самый такой деструктивный. Самый такой зависимый. Вот. Отсюда и сложности. То есть, давайте четко. Чем вам его не хватает? Почему вам его не хватает? Понимаете ли вы, что тот факт, что вам его не хватает, совсем не означает, вот совсем не означает того, что он должен для вас там что-то делать, да? Совершенно не означает того факта, да? Что он вам чем-то обязан. То, что вам не хватает его. Но вам его не хватает. И это действительно проблема. Ну так возьмите на себя ответственность за то, что вам не хватает. Выделите то, чего вам не хватает. Выделите то, чего вы хотите. И составьте план по самостоятельной реализации этого, того, что вам не хватает. Тогда мужчина увидит, что вы в нем не завис, а что вы от него не зависите. И увидев, что вы повысили свою ценность, что вы стали больше себя оценить, он возможно обратит на вас внимание. Вот только к тому времени, скорее всего, вам он уже будет не нужен. А если он вам уже будет не нужен к тому моменту, так может быть, он вам и вообще никогда был не нужен, а вы воспринимали его просто как последний шанс. Согласитесь. Это весьма, весьма, возможно, линия развития событий. Опять же, непонятно, почему, например, прощенное воскресенье вы даже дали ему понять. То есть, эта вот привязка к каким-то дням, она, ну, у меня лично, да, она вызывает сомнения, вот. Потому что я не считаю, что люди, если они, вот, как-то, ну, действительно друг друга ценят, да, если они, там, действительно друг друга, ну, хотят что-то друг для друга сделать, да, то я не думаю, что нужно ждать каких-то, каких-то, каких-то дней особенных, вот. Я думаю, что нужно, наоборот, не ждать ничего, а девушка, да, хочет. А так получается прощенное воскресенье, его и прощает. А смысл прощать, если потом эти обиды у вас опять появляются, вот. Ну, это условность, такая некая формальность, она тоже не добавляет привлекательности, вот. Но зато обрисовывает тот факт, что у вас есть определенная стереотипность мышления и привязка к определенным каким-то дням. Вот. Я хочу вернуть отношения. Зачем? Для чего? Боюсь, что это будет опять, наверное, круг, что это будет не те отношения, не отношения, а не то не все. Ну, так правильно, вы поставьте себя сперва соответствующий, потом будут вам отношения. Вот. Либо, либо если вы хотите отношения, то они будут на его условиях, а вам нужно будет выступать, как бы, зависимым. То есть, определитесь с этим, выбор сделайте для себя. Для себя сделайте выбор просто. Еще раз повторю, вы не хотите делать выбор, вы не хотите отвечать за выбор. Вы не хотите брать ответственность за выбор. А ведь это очень важно на самом деле. Отвечать за свой выбор. Брать на себя ответственность за выбор. Вот. А вы не хотите, и так не хотите, и так, и по-другому не хотите. Вы не хотите и ответственность на себя брать за свои желания. Да, вы не хотите признаться, что не хватает вам человека только потому, что у вас есть какие-то желания. Ну, вот. Вы не хотите этого признавать. И в то же время, вы не хотите на его условиях, значит, ну, вступать в отношения. Это говорит только о том, на мой взгляд, это говорит только о том, что вы боитесь по итогу близости. То есть по итогу у вас стоит запрет на, ну, на близкие отношения с мужчинами. Вообще. Потому что в отношениях это всегда уступка. Вот. Вы уступать не готовы. В том числе и себе даже. Своим желанием вы уступать не готовы. Поэтому ничего не получается. Все. Дальше. Так. Я хочу быть с ним и в итоге выйти... Я хочу быть с ним. Зачем? В итоге выйти за него замужем. Для чего, если вы даже не говорите, что вы любите его? Зачем вам замужем? Серьезно, зачем вам замужем? Понимаете, нельзя устроить свою личную жизнь, не устроив другие сферы. Потому что в таком случае личная жизнь становится чем-то вроде заменителем, суррогатом всех остальных сфер жизни. А это так не работает. Человеку, чтобы выстраивать адекватные отношения, адекватные отношения, нужно сперва реализовать другие сферы. А там уже все пойдет само собой. А там уже все пойдет по накатанным на самом деле. Вот. Понимаете? Но вы, вы сейчас, да, не обустроив свои другие сферы. То есть у вас социальная сфера провисает. Деловая сфера, насколько я понял, провисает. Физическая сторона провисает. И вы хотите устроить свою личную жизнь. Но это так не работает. Вы хотите обустроить свою личную жизнь, чтобы не чувствовать себя... Ну вот. Так как чувствуете себя сейчас. Да? То есть негативно. Вот. Ну это... От чего мужчина должен становиться спасителем? Вот. Именно ведь так вы его позиционируете. Как спасителя, а вы жертву. Вот. Это деструктивный путразвитие. Вот. Ну и замудиться. Вот для чего. Как вам этот... Это отдельный вопрос. Вопрос. Вопрос ваших желаний. Так. Ааа. Значит. Вы пишите после этой драмы. У меня проблема со здоровьем. Я не восстановилась. А что вы делаете, чтобы восстановиться? Что вы делаете? Ну вот вы ходите только по дому. Окей. Как вы это используете? Используете ли это вы для того, чтобы работать? Например, на дому. Да? Ну вот. Используете ли вы это для того, чтобы тренироваться? То есть вы ходите по дому. Вы можете ходить. Ну ходите. Ходите чаще. Вот. Какие у вас перспективы? Занимаетесь ли вы здоровьем? То есть это все непонятно. Но если это все являются проблемой, то это нужно решать. Потому что в теории, если вы выйдете за него замуж, вам не нужно будет как-то быть содержать, да? Как-то детей, наверное, рожать. Как-то с ним куда-то выходить. А как вы все это будете делать, если у вас проблемы со здоровьем? Вот. Что-то не очень понятно здесь. Вот. Конечно, можно говорить о том, что мужчина должен, может вас принять. Он может вас принять, так вот. Вот. Но это будет на его условиях, в данном случае. Потому что вы не нуждаетесь в нем. Ну вот выбирайте. Выбирайте. И тот, и тот вариант, в принципе, вполне адекватен. Боюсь унижаться и возвращать его, потому что это повстит его эго. И я боюсь, что это будет не те отношения, о которых я мечтаю. Вот снова здесь детская позиция. Детская позиция. Отношения никогда не бывают такими, какими, о которых вы мечтаете. Знаете? Мечта. Мечта. Это одна мечта, чтобы оставаться мечтой. Отношения, еще раз. Не бывают такими. Не бывают такими отношения, о которых вы мечтаете. Знаете? Ну да. То есть вы не хотите унижаться, это правильно. Но я, с другой стороны, не уверен, что вы не хотите унижаться, потому что считаете для себя неприемлемым. А вы не хотите унижаться просто потому, что боитесь, боитесь, что это будут не те отношения, о которых вы мечтаете. То есть вам не человек даже сам по себе нужен, а вам нужны отношения с ним. И не просто отношения вам с ним нужны, а те, о которых вы мечтаете. Ну. И кто здесь тешит эго свое? Пытается, точнее, это сделать. Кто? Мужчина-то ведь, он на самом деле ведет свою позицию. Мужчина. У него есть позиция. Позиция достаточно четко. А не потому ли вы его обвиняете, ну не обвиняете, а подозреваете? Подозреваете. Не потому ли вы его подозреваете в том, что он может течет, течет свое эго? Потому что сами, сами думаете об этом. Примерно. Тогда это в первую очередь вопрос к вам, а не к нему. Опять же. Понимаете? Какая история. Так. Возвращайте его. Ну, вы здесь осознанные линейки. Нет, вы правильно, но поступаете, что возвращать его не хотите. Потому что ничего хорошего из этого не получится. Потому что это полстит его эго. А что плохого-то? Что значит это полстит его эго? Ваши мечты, это ваши мечты. За них вы несете ответственность сами. Нельзя мечтать об отношениях. Нельзя мечтать об отношениях. А людях даже мечтать нельзя. На самом деле. Потому что человек не может быть самостоятельным. А вы мечтаете об отношениях. То есть вы мечтаете о том, как вы будете чувствовать себя в этих самых отношениях. То есть вы хотите, чтобы мужчина дал вам возможность почувствовать себя Ну, каким-то определенным образом. Потому что вам этого не хватает. И вот вы мечтаете об отношениях таких. Давайте подумаем. О каких отношениях вы мечтаете? Подумайте. А как бы вы себя в этих отношениях чувствовали бы? Вот именно вы. Как? Как? Вы бы себя чувствовали? Вы же понимаете, что вы чувствовали бы себя в этот момент? Любимый. Значимый. Нужный. Полноценный. Здоровый. Может быть. Может быть. Какой-то еще. А теперь. Внимание. Вопрос. 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 Какое отношение к этой, к этой вашей, к вашей потребности, против того, что вы хотите, имеет человек? Никакой. Никакого отношения. Понимаете? Он никакого отношения к этому не имеет. Чем быстрее вы это для себя поймете, тем лучше будет для вас. Чем быстрее вы для себя это поймете, тем легче вам будет в этой ситуации. Понятно? Дальше. Так. А дружба, которая ни к чему не приведет, и только снова принесет мне боль. Так. Понимаете? Дружба. Это не мало. Но боль, если вам она принесет боль, это значит, что вы что-то не так делаете. Это значит, что вы как-то что-то позиционируете не так. Боль, это ваша ответственность. Еще раз. Дружба не может принести боли тому, у кого все в порядке, кто гармоничен сам по себе. Кто в ладах сам с собой. У вас этого нет. Поэтому вам что угодно может принести боль. Так при чем здесь дружба? Не дружба принесет боль. Дружба выступит катализатором, да, но она лишь покажет, что с вами что-то не так. Понимаете? Боль нужна человеку для того, чтобы корректировать свое поведение. Боль означает, что вы что-то не так делаете. Боль означает, что нужно что-то менять. А вы менять ничего не хотите. Препочитаете только избегать. Ну вот, избегая, вы оказались по итогу в этой ситуации. Избегая, вы оказались по итогу в этом состоянии, в каком вы сейчас находитесь. Вот и все. Вот так. Значит, как мне сделать так, чтобы исподволь стимулировать его конденсации? Да, ну понятно, это по сути манипуляция. Это по сути манипулирование. Манипулирование человеком. Вот. И можно, конечно, но ни к чему не приведет. Опять же, это нужно подробно изучать его психологический портрет. Нужно вас вести. То есть, психолог в теории, да, психологи, вот психологи, некоторые психологи, занимаются тем, что они направляют, они берут клиента, они простраивают свою линию поведения, они возвращают, там, мужа, там, и так далее, и так далее, и так далее. Все это делается. Ну так, ну так, это работа. Это работа. Как можно сказать вам сейчас о том, как вернуть человека, да, если мы его даже не знаем? Если мы не знаем, кто он, что он, что из себя представляет и так далее. Мы даже вас не знаем. Вот именно вас, то есть, что вы из себя представляете. Вот. Мы даже этого не знаем. О чем, о чем говорить, говорить сейчас. В теории можно, в теории можно вам помочь, можно сделать так, чтобы вы, ну, вернули этого человека, чтобы он захотел определять инициативу. Но для этого нужно узнать его и вас лучше поближе. Поближе. То есть, как бы это работа. Это работа. Еще раз. Это влашение. Это ответственность. Вместе с этим. Это же принятие и согласие с тем, что, а, вы манипулируете, б, вы хотите казаться, а не быть. Потому что, когда вы находитесь в состоянии, ну, скажем так, в состоянии быть, мужчине вы не особо нужны. А, значит, нет гарантии, что, если вы снова не начнете быть, то мужчина опять от вас не уйдет. Так же мне не очень понятно, как все, что вы говорите, да, вот как его, как его вернуть и т.д. и т.п. Как это все увязывается с тем, что он вас обидел, что он вас не подрешал и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вы что, это уже простили все или как? А как проявляется то, что вы простили? А почему вы решили, что человек больше так не поступит? А как решить вопрос с доверием между вами? И доверием с вашей стороны даже. Ну вот. Почему вы не хотите сами определять нестальзиву? То есть, по сути, брать ответственность опять же за себя и за свои желания. Ведь, ведь это мужчина вам нужен, правильно? Ну, если он вам нужен и вы взрослый человек, берите сами ответственность на себя и так и не скажите, что я хочу быть с тобой. Например. Ну, поймите правильно, да, я вас не, сейчас не призываю что-либо делать. Я просто говорю о том, что вы хотите чужими руками сделать так, чтобы вам было хорошо. Вот. Это так не работает. То есть, нельзя, нельзя чужими руками, вот именно чужими руками, да, нельзя добиваться, добиваться своего счастья. Это не совсем правильная позиция. Вот. То есть, если вы чего-то хотите, вам нужно самостоятельно к этому идти. Это честно. А так вы говорите из-под тяжка, из-под воли, там, что-то, что-то такое. Вот. Вот. То есть, как можно на таких основаниях построить здоровые, серьезные и доверительные отношения? К сожалению, никак. Поэтому выбирайте, или вы будете строить отношения, такие вот какие-то, на поверхности, да, отношения, основанные на использовании друг друга, или вы будете строить отношения, все-таки, более серьезные, здоровые, основанные на искренности и принятии. И за каждый выбор нужно платить. За первый выбор вам придется пожертвовать часть своей самостоятельности, например, унизиться, принять условия другого, жить в определенной нестабильности. А если вы выберете второй вариант, то это нужно будет работать над собой, брать ответственность за свои чувства и желания на себя и действовать, исходя из этого самостоятельно. То есть, расти лично. Вот. А вы не хотите ничего-ничего вкладывать и хотите, чтобы у вас все было. Так не бывает. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...